Всем привет! С вами Джама. Сегодняшнее видео будет посвящено для смакияжа, который очень красивый, безумный эффект, очень круто для фотосессии, очень круто для выпускных баллов. Так что, надеюсь, вам понравится. Давайте приступим. Я уже здесь полностью подготовила кожу лица к нанесению мейкапа, а так нанести увлажняющий крем. На этот раз я буду пользоваться праймером Smashbox HD Finish, такой вот малюсенький тюбик, зато ого-го какой. Наношу свою тоналочку Lancome с моим помощником в виде блендером. Я просто обожаю этот спонж, он будто бы не всегда фитвует, а кажется заставляет впитаться тоналку в кожу. Как вы видите, очень хорошо разглаживает по всему лицу. Берем консилер Maybelline Instant Age Rewind, свет Light. Наношу под глазами, где нос, под носом, где обычно краснота бывает. Влог между вразами, как видите, сердечком, как я, под губами. И, конечно же, участки, где прыщи, пятна, всякое такое. И растушевываем слегка тончиком в виде блендера. И чтобы закрепить все, что мы нанесли, берем пудру Makeup Wherever Duo Matte. Теперь время и корректирование. Беру Naked Clash палетку. Первым будем пользоваться бронзатором. Наношу его под скулой. Растушевываю его вверх. И для идеальной структуры лица будем затемнять ненужные, можно сказать, в кавычках листа. Та же палетка, но берем уже румяну. Берем только чуть-чуть, чтобы матрешка не превратится. И наносим его по яблочкам наших щелочек. Раз. И два. И все. Пришло время и для хайлайтера. Наношу в тех же местах, где румяна, но чуть-чуть повыше. Таким образом я подчеркиваю свои скулы. И осветляю место в области носа. Сейчас будем красить брови. Я обычно делаю это в конце, но для смоки айс я должна знать, где конец моих бровей, чтобы начертить глаза. Крашу вначале снизу бровей, подлиняю хвостик. Потом сверху. И расчесываем. Теперь берем жирный черный карандаш для глаз Милани. Будем его наносить по всему подвижному веку. Как я уже говорила, мне нужно знать, где брови, чтобы начертить глаза. Так вот. Я рисую вначале птичку, делая ее параллельной бровям. Таким образом я создаю, можно сказать, границу, чтобы не переходить. И от этой птички вдоль подвижного века, в сторону внутреннего века, наносим карандаш. Не бойтесь напачкать, все равно будем растушевывать. Берем щеточку для растушевки и потихонечку растушевываем этот карандаш. Нужно сделать его таким дымчатым. И, конечно же, не переходим ту границу, которую мы с вами уже начертили. Красим нижнюю часть глаз, но не все. С внешнего угла до середины черного зрачка. И растушевываем кисточкой. И, наконец, время теня. Мои любимые тени Лорак Про. И цвет Тауп. Не знаю, как правильно сказать, но я скажу Тауп. Красим границу нашего черного карандаша. Таким образом рассушевываем границу, чтобы не казалось, что это пингал. Если размазали чуть-чуть, как я, не стесняемся. Берем ватную палочку и убираем. Берем теперь черный цвет. Наносим его по подвижному веку, где красили карандашом. И немножко растушевываем между цветами. Для финиша с глазами берем светлый кремовый цвет. Наносим его под бровями. И растушевываем границу темных теней. И, наконец, теперь наносим тушь. У меня Maybelline Falsies. Я как-то не знала, что карта памяти закончилась и продолжала снимать. Так вот, что вы могли пропустить? Я приклеила себе ресницы. И собираюсь нанести помаду Dior Nude. Это вроде 169 номер. Да-да-да, вот так все и случилось. Итак, я, кажется, все сделала. Хочу сказать вам одно, что этот мейкап не для каждого дня. Я лично ношу его только в особенных случаях. Потому что он долго держится. Даже если будешь танцевать, во всю потеть, как бы не протечется, не уйдет мейкап. Потому что ты очень хорошо закрепился. Итак, надеюсь, вам понравилось. Не забудьте лайкнуть или подписаться. И, конечно же, не забудьте комментировать. Мне очень важно ваше мнение. Жду ваших комментариев. Увидимся в следующий раз. Пока-пока!